Здравствуйте, друзья! В эфире канал Нью-Рашворд. Сегодня суббота, 16 июля 2022 года, 143 день с момента открытого нападения России на независимое государство Украина. Время 19 часов 11 минут по Киеву и Иерусалиму. И у нас на связи из Украины политик Руслан Рогованов. Добрый день, Руслан. Добрый день. Руслан, прежде всего, мои искренние и глубокие соболезнования украинскому народу, который стал жертвой варварской террористической атаки, я не оговорился. Это именно террористическая атака по мирному населению. После Винницы, я напоминаю, дорогие друзья, еще был вдова университета Николаева. Да, конечно, там прям, я не знаю, совещание мировых войск собралось. Вот мне действительно, мне тяжело не материться сейчас после этого. И сегодня стало известно еще по прилетам. Известна точка запуска. Это Каспийское море возле Астрахани. Количество ракет не уточняется. Вчера был прилет по центру Днепра, я напомню, о котором тоже забыли. Вчера был прилет по центру Днепропетровска. Более того, точки наносения ударов Сибирь, Каспийское море, Черное море практически сейчас не участвует, Беларусь. Беларусь? Они наносят удары все-таки из Беларуси? Конечно. Они наносят удары все-таки из Беларуси. И там меньше, чем где бы то ни было, но факт в другом. Они используют стратегическую авиацию и, в принципе, они продолжают свои террористические атаки. Ну, по-другому. Я не могу назвать по-другому то, что они сейчас делают. Это нереально гатят сейчас. Знаешь, вот тупо по мирному населению. Причем, если мы раньше можно было там предполагать наличие старых карт, ну, действительно, у них были старые карты, и они наносили удары там по объекту, то сейчас то, что куда они попадают на старых картах, нет. То, куда они целятся. И в данном случае, понимаешь, любые отмазки, которые их не пытаются выдать Россия, но они ничтожны по своей сути. Но самое страшное не в этом. Самое страшное, что дальше больше будет ненависть. И поверь мне, особенно у мирного населения. Вот начинается та стадия, когда будут убивать русских просто за то, что они русские. Не бить, Юра. Подчеркиваю. Не бить. Именно убивать. Россияне имеется в виду, потому что этнические русские воюют, в том числе на стороне Украины. Вот он перед вами сидит. Ты правильно меня поправил, именно россиян. Потому что россияне, они только, если брать, не этнические русские, там сбор народов, живущих на территории России, но имеется в виду именно россияне. Абсолютно с тобой согласен. И в данной ситуации, Юр, помнишь, ты меня спрашивал за кассетные, за фосфорные, еще за что? Слушай, я тебе могу подтвердить лично по поводу фосфорных бомб, использования России. Лично. Понятно. Дорогие друзья, я, кстати, вот в плане такого отношения к россиянам, я вот в телеграм-канале, будет 45-минутное видео с женщиной, которая в результате российской террористической атаки потеряла душу. Женщина, ну, лежит на больничной койке, под капельницей и так далее, и рассматривает видео со своей дочкой. Видео это длится 45 секунд. Я взрослый мужик, я больше 15 секунд не выдержал. Ну, понимаете, это такое эмоциональное напряжение, вот смотреть на эту женщину, вот как она, что она переживает, я не выдерживаю. А что они чувствуют, это вы понимаете? Вот постарайтесь это понять, дорогие мои. Нет, Юра, поверь мне, большинство уже устало. Ну, кстати, это хорошо видно и по нашим с тобой сборам, и по обращениям по всем остальным. Реально, и в политике устали от имени. Причем находят любые отмазки, ну, например, Италия, вряд ли, сможет оказать помощь Украине в связи с тем, что стоит вопрос об уходе премьер-министра Драги. То есть, да, президент не подписал его в отставку, но вот помощь Украине оказать мы не можем. Про Германию гусары молчать, как говорится. Да там про все, там про все старую Европу гусары молчать, по сути своей. Да. И понимаешь, дело в том, что действительно, ну, мир не может держать долго эмоциональное состояние, боли и пострадают. Есть свои вопросы, есть свои проблемы, есть своя боль, которая более близка и понятна. Это тоже понятно. Ну, блин, елки-палки, какого хрена вы у нас просите зерно? Ну, какого хрена вы у нас просите зерно? Не помогая нам это зерно защитить. Знаешь, кто больше всего, у меня потрясает эмоционально. Не солдат, не фермеры. Ты пойми, вот идет обстрел, да, обстрел закончился, фермеры сидят в кустах вместе с комбайном. Заканчиваются обстрелы, они выходят на поле. Можете себе представить? Вот они меня, они действительно меня убивают. Вот они, они могут то, чего не можем мы, даже солдаты. Извини меня, вот такую собранную пшеницу. Сейчас договариваться с Россией, чтобы она ее сопровождала. Ветти с Одессой, разминировать Одессу, да, поставить под удары все стороны. Это адекватно? Это адекватно? Мы делаем то, что мы можем делать, и мы будем делать. А вот вопрос ко всем остальным. Ну, ребят, вы не только думаете. Вы еще попробуйте понять, что будет потом, когда не поймешь. А что будет потом? Обычно у нас это в рубрике «В мире животных», но сейчас вот как раз самое время это продемонстрировать. Вот это пишет ЧВК Вагнер в Телеграме. Цитирую. В Туркменистане заблокировали российские сайты и телеканалы. По словам корреспондента из Дании из Ашхабада под блокировку попали все сайты новостей России, доступ к которым был свободным еще несколько дней назад. «Может быть, туркменские нацисты боятся, что после украинских нацистов мы сразу пойдем к ним?» «Вовсе нет. Следующие на очереди Прибалты и Казахстан». Конец цитаты. Еще надо что-то разъяснить? Скажи мне, пожалуйста, а эти животные вообще в Туркменистане были? Они вообще понимают? Я не говорю там культуру. Они вообще понимают, кто такие туркмены? Не убежден. Ну, они с ними вообще хоть раз в жизни сталкивались? Не убежден. Но ты понимаешь, вот тут я могу успокоить. Я за то, чтобы они пошли на туркмение, потому что любые природные войны всегда справятся с Ордой. Той, которая там... Я напомню, что туркмены одни из самых последних сложили оружие и в принципе подчинились советской власти. По договоренности. По договоренности. Сохраняя свой угол. Ну, удачи, ребят. Это вам, Европа. И это даже не Украина. И не Чечня. Там свои особенности. Он очень будет веселый. В Казахстане будет тоже весело. О, понимаешь, казахи воины. Тут же тоже нужно понимать. Казахи это вот... Ну, будет как и Украина, может быть и хуже. Да, то есть по своим подходам. Почему казахи поддерживают Украину. А вот туркмены готовьтесь к тому, что вас будут... Ну, только расследовать и снимать кожу с живых. Ну, и присылать это все домой. По кону и... Да. Это тоже нужно понимать. Им хочется? Да не вопрос. Что там, сколько там было? 80 миллионов? Сколько там сейчас осталось от россиян? От погибших, от бежавших, от погибших и так далее. Да ни у кого, никто не скажет эту информацию. Никто не скажет эту информацию. Но можно сказать по-другому. В связи с отсутствием мужчин признанного возраста, патриотов России, невозможно грить мобилизацию российскую армию. Экономику мобилизовать? Можно. А армию? Нет. Так что там со второго армии мира? С конца? Ну, они... Ты знаешь, я не знаю, с какого конца и на каком конце они после того, как они приехали на второзмины. Это уже их проблемы. Но вот... Они доказали что уничтожилось. Знаешь, это, ну, блин, это действительно нужно. Это нужно было доказывать. Они показали, доказали свою ничтость. в этом мире. Тем более, в современном. Да. Руслан, ну, насколько я понимаю, на сегодняшний день особых изменений на фронте не произошло, кроме того, что они бомбят мирные города. Или были изменения? Особых изменений нет. Россияне кричат, что Северска не взяли. Северска не взяли. Возможно, он будет оставлен точно так же, как и оставлен в свое время или сейчас. Руслан, Север, Донецк. Опять же, для того, чтобы сохранить войска. Гатят по Бахмуту, гатят по Покровску, гатят по всем донецким городам, не разбираясь, куда, зачем, вообще не разбираясь. И там не только ракеты, там работает все. не разбираясь. Я же тактика огниновала и снесение с лица земли. Контратаки в районе Волновахи, в районе Авдевки, с переменным успехом. И поэтому им там достаточно тяжело удерживать позицию. Все равно превышение артиллерии значительно. РСЗО, МИН и так далее. То есть, они пока вот, пока не разгромлены все склады, они пока могут ну, выигрывать бои, да. Не битву даже, да, а именно бои. Но это пройдет. Что там у нас, когда министр обороны на подходе еще новые игрушки, которые там чуть получше даже Химарс. Да. А, да. АТАСИМС. АТАСИМС. На 300 километров. Да. Там поинтереснее будет. в принципе, маловато, опять же, дай бог, чтобы снарядов хватило. Я думаю, что вместе с ними и с Химарсами, то вот здесь будет разрешение полной складской логистики Россиена. И тогда мы начнем контрнаступлять. Ну, да. Особо линия фронта не поменялась. Ну, я тебе говорю какие-то тяжелые, горячие точки. А так, в принципе, мы гадим по мирному населению. То есть, ну, ну, ты капец, просто, понимаешь? Зачем? страх, то есть, страх мы не имеем. Усталых, да, удалось. Причем, ты понимаешь, что сейчас делается? Очень много ИПСО, технических операций, именно российских, на территории Украины, что они раскачивают, попытка раскачать страх людей и жалость, сочувствие. Они пытаются играть на том, что, а вот вы сохраните жизнь мирных, сдайте оружие. Террористическая Я не помню все исторические факты, которые подтверждают, что сдача оружия ведет не просто к поражению, а к истреблению наций. Да, это так. Поэтому, да, но это очень сильно раскачивается, поверь, не внутренне врагом и внешне. И вот здесь, понимаешь, главное понимать. Люди не всегда понимают. Да, они хотят мирной жизни, они хотят, не все прочувствовали войну, не все стали на русло войны, даже в управлении государством, я не буду скрывать. Но вот здесь, понимаешь, это же вы поведете врагам и должны быть цельным кулаком. Здесь уже вопрос к нам, насколько мы сможем держать удар и пытаться объединиться. Здесь бы как раз диалог власти с народом был бы на сегодняшний момент крайне не переговоры по зерну, а именно диалог власти с народом. И с бизнесом в том числе. И не с переводом добровольно-пределительного бизнеса в мобилизацию, а с решением вопросов бизнеса по переходу в мобилизационную софтерию. И это называется система управления. Хватит умали, хватит желаний, хватит силы. Ну, посмотрим. пока я не вижу пока есть армия и народ. И люди, которые помогают. Независимо от места, где они родились, живут, которые понимают последствия того, что может быть, если у нас нет. – Это да. И именно поэтому, дорогие друзья, я очень прошу вас вот по реквизитам в описании. Пожалуйста, помогайте. Я понимаю, что все устали от войны. Я это прекрасно понимаю. Но пожалуйста, я прошу вас. Напрягитесь и помогите спецподразделению КОРД. Хлопцам сейчас... Помогите кому хотите. Больным, хромым, просто украинцам, беженцам, нам ли. Просто поймите, что сейчас вот тот переломный момент, когда либо мы все, все подчеркиваю, не только в Украине, выдержим удар, сейчас самая такая тяжелая, переломная точка, психологическая прежде всего. Либо ОРДА пойдет дальше со всеми вытекающими впоследствии. Ну, а я вам показал, куда они собрались. Сейчас у них уже на очереди Казахстан, страны Балтии. Что, думаете, на этом что ли они остановятся? Да не остановятся они, чертах. Они и дальше пойдут. Вы поймите, это саранча. Это реальная саранча. Ну, как мне вот еще по-другому это сказать? Теперь, смотри, раз уже коснули, сделал вопрос по сборам, я хочу тебе маленький вопрос поставить, народ, который денег давал. Систем, что мы, в принципе, долго будем собирать, я не знаю, соберем с вами, соберем, надежда, знаете, падает каждый днем на антидроновые ружья. На сегодняшний момент крайне, вот просто крайне необходимо приобретение автомобиля. В принципе, суммы достаточно того, чтобы подобрать. Да, он будет новым, хорошим, он будет ездить, он будет на четырех костях, нам его покрасят безвозмездно даром в зеленый цвет, чтобы по нему не выуснули. И мы можем работать. Вот он сегодня крайне необходим. Если готовы собранную сумму, то есть дать согласие, потому что собранную сумму собирали на одно, а использовать ее на другое, но в том же направлении, поставьте плюсик. Да, друзья, пожалуйста, это очень хорошая идея, потому что передвижение это важно. Я, конечно, понимаю, что антидроновые ружья хлопцам крайне необходимы, потому что дроны на них наводят, они все время под прицелом, все время под ударом. Но перемещение это все-таки важнее. Я очень вас прошу. Друзья, я говорил, сбор идет на антидроновые ружья. Но сейчас я с Русланом согласен. Сейчас действительно необходимы автомобили. Это правда. Это действительно так. Поэтому, если согласны, ставьте лайк. Потому что Украина защищает всех нас. А посему слава Украине. И ровным славам. До встречи, друзья. До завтра. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова